Человек, что жалуется или сетует, стоит на той точке своей эволюции, где ему еще не открылось, что он сам творил свою жизнь прежде, творит ее и сейчас. Да, красивые такие слова, может сказать человек, услышавший их. И вообще мы слышим очень много красивых слов. Если мы заходим в интернет, мы видим там вот эти мотиваторы, антимотиваторы, демотиваторы, там значит школы успеха, мысли великих людей, красивые афоризмы. К сожалению, это остается красивыми афоризмами, открытками, веселыми или грустными, никак не меняющими нашу жизнь. А надо ли ее менять? И чью нашу? Вот я предлагаю для начала забыть слово «нашу» и говорить слово «мою», имея в виду не Виталия Сундакова, а человека, который слушает этот текст. Вот нашелся какой-то тут перец, который пытается мне сейчас сказать, что его жизнь лучше или он знает как, или существует некая такая тайная, сакральная, эзотерическая инструкция, которую я сейчас выслушу, и моя жизнь наладится. И да, и нет. Вот сейчас попробую это объяснить. Что происходит? Ну, прежде всего происходит следующий ужас. Все мы или большинство из нас существует рефлекторно. Поясню, что такое рефлекторно. Вот мы упали и лежали, нас подняли, мы пошли. И нам сказали, купите это, пойдите туда, сделайте так. Вот это вредно, вот это полезно, вот это эффективно, вот это правильно, вот это модно, это стильно. И мы, как дети, там, не знаю, трехлетний или пятилетний, ведемся всякий раз, каждый раз, глубже, там, или поверхностней, на все эти манилки, на все эти зацепки, на эти якоря, на эти удочки. Что ж в этом плохого, если это доставляет нам какое-то удовольствие или привносит какой-то смысл в нашу жизнь? Да нет никакой нашей жизни. Если мы не занимаемся созданием собственной жизни и собственной судьбы, за нас ее создают кто угодно и как угодно. И поскольку идеальных образцов нам не предъявляют, той или иной судьбы, той или иной жизни, то нам кажется, так более-менее живут все, именно так все устраивают свою жизнь, или она у них устраивается, или она у них не устраивается, это зависит от случая, знакомств, связей, некой ловкости и суеты, звезд или Бога. Ну, не получилось так, попробую по-другому. Вот жизнь уходит, жизнь уходит как песок, как вода в песок уходит, или как песок в песочных часах. И человек остается перед разбитым корытом, понимая, что а вот этого у него никогда не было и уже не будет, а вот это, наверное, вообще невозможно, а здесь ему просто не повезло, а перезапустить тот или иной эпизод собственной жизни или судьбы невозможно. Да и непонятно, как было бы лучше, и было бы лучше вообще что-то другое. Вот, ладно бы, какое дело, какое дело человеку, который, там, дает совет или хочет его дать, до других людей. Вот если у тебя не просят совета, ну, нечего его давать, да, не буди спящегося, на корми проснувшегося. Но в какой-то момент становится просто тошно жить, тошно жить среди этих людей, среди этой информации, среди этих, там, систем, преподавателей, тошно. У меня есть меркантильный интерес на серьезную беседу, на настоящего друга, на по-настоящему нужные вещи, дела, поступки. Для меня не пустой звук. Я не хочу, чтобы для меня пустым звуком были такие понятия, как честь, доблесть, совесть, знания. Вот сегодня они наполнены пустотой, густой пустотой, липкой тянущейся каждое, каждое понятие из тех, что я сейчас перечислил. И если с человеком начинаешь говорить чуть глубже, чем на два миллиметра, относительно смыслов, метафор, тех или иных знаний, их нужности для его жизни, становится дико грустно, хочется, ну, хочется уйти или молчать.